Привычная глазу любого рязанца железная конструкция располагалась здесь до октября ушедшего года, а появился лыжный трамплин к Олимпиаде 80 чуть более 30 лет назад. Однако стать спортивным объектом ему было не суждено. Во время строительных работ принцип «выше, быстрее, сильнее» дал сбой. Выяснилось, что при дальности прыжка в 45 метров, а не в 30, как было ранее, лыжники будут падать в береговой зоне. Строительство прекратили, официально так и не дав новому трамплину жизнь. Он был построен в начале 80-х или в конце 70-х годов, но никогда не использовался по своему назначению, потому что были просчеты в его длине, и в итоге лыжники могли травмироваться. Ну и плюс он был не до конца достроен. Так лыжный трамплин стал нефункциональной достопримечательностью. Несколько раз в него пытались вдохнуть жизнь. Во внутренних помещениях работал тир, на одной из внешних стенок был организован скалодром, некоторое время существовало кафе. Но ничего не приживалось, и железная конструкция разрушалась со временем. В 60-е годы у рязанцев, жителей города, пользовался большой популярностью прежний деревянный трамплин, который располагался точно на этом же месте. И сохранились в моем личном архиве фотографии конца 60-х, начала 70-х годов, где этот объект виден. Александр считает, что третий, выстроенный заново, но уже без ошибок, трамплин может стать настоящим туристическим центром, достопримечательностью, а Лысая гора в Солочи обретет новую жизнь. Альтернативой спортивной конструкции может стать смотровая площадка.